Добрый вечер, в эфире Бакутева новости в студии Сара Гамзаева. В начале коротко о главном. В Газахском районе взорвались установленные армянами мины. Еще четверо пострадали в результате минного террора Армении. Анама, Госпогранслужба и Генпрокуратура распространили совместное сообщение. После окончания войны 2020 года общее число жертв мин достигло 376. Из них 69 человек погибли. МИД Азербайджана выступил с заявлением в связи с очередным минным инцидентом. Международный Олимпийский комитет извинился перед Азербайджаном за высказывание ведущего телеканала «Франс-2» во время церемонии открытия Олимпийских игр «Париж-2024». Какие еще требования выдвинуты азербайджанской стороной? Сегодня в выпуске. В Азербайджане создан Центр управления и развития туристических и рекреационных зон. Президент Ирхам Алиев подписал соответствующий указ о создании центров подчинения Госагентства по туризму Азербайджана. Кабинету министров Азербайджана поручено в двухмесячный срок утверждить устав центра и в трехмесячный срок принять необходимые меры, связанные с решением вопросов материально-технического обеспечения для организации его деятельности. В Газахском районе взорвались установленные армянской стороной мины. Еще четыре человека пострадали. Двоим из них ампутировали ноги. Военнослужащему Государственной пограничной службы прапорщику Хаялу Ахадли и сотруднику Анама Афигумехтезаде ампутировали стомпы. Ранее агентства Анама, Госпогранслужба и Генпрокуратура распространили совместные сообщения. 2 августа в селе Газалгаджилы Газахского района в возвращенном нашей стране на основании соглашения о делимитации Азербайджана-армянской границы, достигнутого 19 апреля 2024 года, взорвались мины, установленные армянской стороной. Об этом говорится в совместной информации Генеральной прокуратуры Государственной пограничной службы и Агентства по разминированию территории Азербайджана Анама. В результате взрыва противопехотной мины военнослужащий Государственной пограничной службы Азербайджанской республики прапорщик Ахадлы Хаял Адинагулу и сотрудник Агентства по разминированию Мехтезаде Афиг Мишвигоглу получили ранения в область ног при исполнении служебных обязанностей во время работ по разминированию. Сотрудники агентства Олег Перов Ильчин Ильхам Ухлу и Мирзоев Явер Герай Ухлу получили осколочные ранения. Пострадавшим была оказана первая медицинская помощь, и они были немедленно доставлены в больницу. Их жизни ничто не угрожает. В настоящее время сотрудники Шамкирской военной и Газахской районной прокуратур проводят осмотр места происшествия с участием прокурора-криминалиста и выполняют другие необходимые процессуальные действия. После окончания войны 2020 года общее число жертв МИН достигло 376, из них 69 человек погибли. МИД Азербайджана выступил с заявлением в связи с очередным минным инцидентом. Увеличение числа жертв МИН делает необходимым принятие эффективных мер со стороны международного сообщества для полного устранения этой угрозы, подчеркивает внешнеполитическое ведомство. Мины, установленные Арменией, продолжают угрожать безопасности и благополучию граждан Азербайджана. Об этом говорится в публикации МИД Азербайджана. В публикации указывается на необходимость принятия эффективных мер со стороны международного сообщества для устранения минной угрозы. Сегодня в результате взрыва мины пострадали четыре человека. Один из них – сотрудник Госпогранслужбы Азербайджана, остальные – сотрудники Анама. После окончания войны 2020 года общее число жертв МИН достигло 376. Из них 69 погибли. Увеличение числа жертв МИН делает необходимым принятие эффективных мер со стороны международного сообщества для устранения этой угрозы, говорится в сообщении. Публикации в связи со взрывом мины в Газахском районе поделился также посол Великобритании Фергюс Олд. В публикации говорится, опечален известием о том, что сотрудники ГПС и Анама получили травмы в результате взрыва мины в селе Газалгаджилы. Желаем скорейшего выздоровления. Мы продолжим работать с нашими партнерами в борьбе с минной угрозой. Накануне вечером копилка сборной Азербайджана на летних Олимпийских играх в Париже пополнилась еще одной золотой медалью. Очередную медаль стране подарил наш дзюдоист Зелим Кацуев. Президент Ирхамалиев и первая леди позвонили спортсмену и поздравили его с блестящей победой. Зелима Кацуева также поздравил МИД Азербайджана. Внешнеполитическое ведомство поделилось публикацией в соцсети Икс. Мы гордимся всеми нашими спортсменами, которые всегда самоотверженно поднимают наш трехцветный флаг в сопровождении государственного гимна Азербайджана. Отмечается в публикации. В честь победы азербайджанских спортсменов в Олимпийском доме Азербайджана, действующем в Париже в рамках 33-х летних Олимпийских игр, была организована встреча. В ходе мероприятий с участием министра молодежи и спорта Фарида Гаибова и других официальных представителей Азербайджана, собравшиеся поприветствовали победителей Олимпийских игр Хидайта Гейдарова и Ильзи Алима Кацуева. Гостям Олимпийского дома Азербайджана были представлены издания об олимпийской истории, культуре нашей страны, а также об азербайджанских спортсменах, участвовавших в Олимпийских играх. Гости также наблюдали за игрой между Азербайджаном и Испанией по баскетболу 3х3 на мониторе. На другим новостям министр экономики Объединенных Арабских Эмиратов Абдулла Бин Туг Аль Мари с коллегами совершил утреннюю пробежку по шуше. Они пробежались по главным улицам и переулкам города к Джидердюзю. Гости высоко оценили туристические возможности города Шуша и выразили уверенность в том, что культурная столица непременно станет престижным туристическим регионом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова В Латчине состоялось открытие пятого летнего лагеря диаспорской молодежи «Молодежь во имя Зеленого мира». Как сообщает корреспондент Репорт из Латчина, в летнем лагере принимают участие 115 молодых людей из 60 стран мира. В рамках лагеря запланировано знакомство с историко-культурными памятниками Латчина и Карабаха, встречи с членами семей шахидов и ветеранами, а также с экспертами в различных областях, участие в панельных дискуссиях и семинарах, развлечения и интеллектуальной игры. Проект, организаторами которого выступает Госкомитет по работе с диаспорой и фонд Гейдара Алиева, призван предоставить возможность проживающим за рубежом молодым азербайджанцам укрепить связи со своей и приобрести новых друзей. Армения получает от США и других международных партнеров консультации в рамках реформ вооруженных сил. Об этом сообщила Миноборона этой страны, комментируя заявление заместителя госсекретаря США Удрихзеи о работе представителя американской армии в министерстве. Своим мнением по этой теме с Бакутовой РУ поделился политолог, депутат Милимяджлиса Расимус Абеков. По поводу того, что американцы консультативную поддержку оказывают Минобороны Армении, ну кроме удивления, это решение больше ничего не вызывает, потому что Армения остается членом ОДКБ, на ее территории российские военные базы, она является союзником официально России, границы этой страны охраняют российские пограничники и в этих условиях, значит, какой-то аппарат советника Соединенных Штатов Америки в Минобороне. Интересно, какая реакция будет у России и у соседнего Ирана, и как вот этот винегрет Армения собирается в своей безопасности сочетать. При всех случаях нам по этому поводу особенно переживать не стоит. Да хоть 50 консультантов собирают туда, эта ситуация на земле, я имею в виду превосходство азербайджанских вооруженных сил, никаким образом не повредит, не изменит. На этом у нас все. Вы можете обратиться на нашу горячую линию по темам, которые вас интересуют и волнуют, а также пишите нам на наши аккаунты в соцсетях. Следите за нами в Европе и Азии через спутник Азерспейс, выбирая частоты, которые видите на экране. Также смотрите нас на кабельном 10-м канале, на Астелеком и Бактелеком. В 18-м канале Сити нет, в 2-м канале на Коннект ТВ, в 12-м аналоговом и 22-м цифровом каналах КТВ. На Айля ТВ по АйПи на 66-м, на цифровом 16-м и аналоговом 13-м каналах. Также Баку ТВ смотрите и на АТВ+. Всего вам доброго и до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин